Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Гол и весел. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это программа «Гол и весел» в студии Голиков и Веселков. Здравствуйте, дорогие. Спустя неделю мы собрали очередную партию свежих новостей с просторов нашей необъятной Кировской области и готовы рассказать вам об этом. Гол и весел. В Афанасьевском районе появилась новая модная забава. Пальба из духовых ружей по воробьям, которые там расселись на линиях электропередачи. О, может, в Афанасьево, конечно, воробьев много, так давайте их нам. У нас-то их недобор и синичек мало. Ворон да голуби, понимаешь? Не, ну, Ром, птичек, конечно, жалко, но, понимаешь, если б только птички, некоторые стрелки еще в электроизоляторы норовят стрельнуть. Ну, нравится им звук лопающегося фарфора. Роскошно, прям царская забава. Да, забава царская. Но о последствиях-то мало кто задумывается, понимаешь? А вот на днях в селе Савинце из-за пробитого безымянным снайпером изолятора загорелась деревянная опора ЛЭП, и половина села осталась без света на целые сутки. А энергетикам при этом еще пришлось срочно спасать школьную котельную. Прям королевские стрелки без страха и упрека. С ружьями и без... И без мозгов. А, да. Кстати, друзья, вот переносимся сразу в другой город. Это город Уржум. В Уржуме ограблен торгово-офисный центр «Шанс плюс». Можно сказать так, воспользовались «Шансом». Ну, вот как твою яхту назвали. Да. Так, вот, значит, как было дело. Ночью трое злоумышленников проникли в здание, посетили несколько магазинов и офисов. Там взяли пару компьютеров, ну, взяли. И вот еще кучу барахла. Даже одежду с манекенов сняли. Ну, а что не снять-то, если смотрится хорошо? Ну, да. Вот в одежде или без они потом спокойно вывезли все похищенное на садовой тележке, которая продавалась тут же в одном из магазинов у входа. А представь, какая была погоня, да? Преследование садовой тележки преступников в одежде с манекенов. Ну, вот погони не было. Но преступление все равно раскрыли быстро. Ну, в течение буквально суток. Знаешь, как они проникли в центр? Как? Они просто вставили отвертку в дверную щель. О, прекрасная история. Смотри, преступники отверткой вскрывают торгово-офисный центр и на садовой тележке вывозят одежду с манекенов. Достойный сюжет для вот нового Бонда. Да. Следующий наш город – это город Амутнинск. 47 тысяч рублей были выделены в этом году в Амутнинском районе на решение вопроса с безнадзорными собаками, которые стаями бродят по населенным пунктам, ввергая в панику стариков и детей. Пожалейте стариков и детей, а? Ну вот, подрядившийся на это дело предприниматель из Удмуртии, за три месяца Ром успел уже потратить половину выделенной суммы. На личные нужды? Нет. Он на эти деньги отловил 28 животных в райцентре. Вот радость-то старикам и детям. Да, радость. Только недолгая радость. Потому что отловленных собачек этот гражданин свозил к себе в глазах на вакцинацию и стерилизацию, а потом, как того требует закон, вернул их в исходную среду обитания. Это значит куда? Это значит обратно в Амутнинск. К их любимым теплотрассам, подвалам, ну и детям, и старикам. Вот тогда пусть теперь оставшуюся половину выделенных денег отдает старикам и детям, вот как моральную компенсацию. Но, а сам возвращается в свою исходную среду обитания. Он же из Удмуртии приехал. Гол и весел. Чем больше люди болеют, тем лучше. О! Так считает главный врач советской центральной районной больницы Павел Зыков. Не, ну ему лучше знать, он же врач. Да. Вот на днях жители района поинтересовались у Павла Викторовича. Как теперь болеть, если все сокращает? Люди стали болеть больше, а коек стало меньше. И что же Павел Викторович им ответил? О, да, говорит. Это не совсем правильная постановка вопроса. О как. Хуже, это когда при низкой заболеваемости растет смертность. Это значит, не диагностировали вовремя. А если болеть стали больше, если заболеваемость увеличилась в сравнении с предыдущим годом, это хорошо. Ой, хорошо. То есть у человека в ходе диспансеризации обнаружено заболевание, о котором он раньше не знал. И его надо лечить с надеждой на выздоровление. Нет, Ром, ну это не врач это, а это доктор Хаус. Да. Из известного телевизионного сериала, да? Тот ведь тоже настаивал, что диагностика царица медицинских болей. Нет, а вот как вот тебе фраза главврача, что людей надо лечить с надеждой на выздоровление. Но это вообще для меня стало каким-то приятным откровением. Да. Тем более услышать такое от главврача. Просто супер, у жителей Советской появилась надежда. А когда есть к чему стремиться, то и болеть можно сколько хочешь. Себе в удовольствие. И к радости советской медицины. А вот совсем недалеко в Котельниче скоро появятся движущиеся динозавры. Ну стоячие уже наскучили. Видели мы их, стоят, краска облезла. Сразу понятно, что не вымерли от отсутствия ухода. Ага, от отсутствия ухода и от отсутствия новых грантов, я бы сказал, да? Так вот, три или четыре новых двигающихся чудища будут приобретены в Китае как раз в рамках гранта Министерства культуры. Это чтобы новых туристов привлечь в динопарк. И поедем, и посмотрим, какие там движения произошли. А там, кстати, помимо этого ждут и другие перемены. Популярное место отдыха-то, да? В частности, здесь предполагается, слушай, очистить и углубить, скажем так по-горбачевски, водоем, расширить дорожно-тропиночную сеть. Там еще, знаешь, лужи канавочные тоже как-то надо было обустроить. Еще организуют вторую парковку и еще построят специальную площадку для массовых мероприятий. Ну, сначала динозавры, а потом танцы. А новые динозавры, кстати, смогут не только двигаться, но и издавать звуки. Вот что именно они будут говорить, а главное, куда и с какой скоростью пойдут, сообщение не уточняется. А это пиар-ход на самом деле. Ну и что, что пиар-ход? Пусть они даже скрипеть там будут и колыхаться на ветру. Я лично, например, хочу еще раз прикоснуться к старине. В смысле, к древним ящерам? Ну да, к постаревшим экспонатам. Голд и весел. Тут надо вздохнуть, сейчас будет. Эх, неудачей закончилась для неизвестных пока жителей Кирова-Чепецка попытка помыться в бане. Ну, экс-события, да. Так вообще часто бывает. Вот я помню, однажды вообще перепутал шайки с горячей и холодной водой. Нет, тут, знаешь, тут другое. Заявившись в среди ночи в муниципальный банно-оздоровительный комплекс, жители неизвестных пока Кирова-Чепецка не застали там не только горячей, но и вообще никакой воды, не говоря уже о банчиках там или пиве. Это ночью? Это когда самое время мыться? Вот, так что раздосадным гостям ничего не оставалось как, понимаешь? Ну-ка, 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 что они там? Ну, в общем, немытым гостям ничего не оставалось как, читая, выбить окна, вынести несколько наружных дверей и устроить погром в парилке. А ведь, между прочим, логично. Как тут еще-то? Домой, что ли, идти? Прибывший поутру полицейский наряд, который установил, что банный комплекс уже несколько месяцев как официально закрыт, а его имущество законсервировано перед предстоящей продажей. О том же, что муниципальная собственность нуждается в охране, никто, как выяснилось, даже не подумал. Вот и облюбовали баньку для своих целей всякие посторонние личности. Днем школьники, а ночью вообще кто попало? Не, ну что значит, что попало? Скажем же, неизвестные жители Кирова-Чепецка. Привет вам, неизвестные жители Кирова-Чепецка и всей нашей необъятной Кировской области. С легким паром вас. С вами были Голиков и Веселков. Встретимся в следующую пятницу. Пока. Пока. Гол и весел.